Квантовые компьютеры. Ну, я надеюсь, все собрались. Давайте начнем лекцию. Все, наверное, уже давно слышали про квантовые компьютеры, все уши прожужжали. Но я специально назвал несколько так полемически «Миф или реальность». Первые разговоры о квантовых компьютерах, они начались в 1959 году. Ричард Фейнман, нобелевский лауреат 1965 года, прочитал знаменитую лекцию «Внизу полным-полно места». Ну, по-английски «There is plenty of room at the bottom». В этой лекции он выдвинул предположение, что при уменьшении размера вычислительных элементов рано или поздно мы упремся в размер одиночного атома. Когда это произойдет, нас ждут какие-то неизвестные, неизведанные физические явления, связанные именно с тем, что квантовая природа веществ, квантовая природа вещества, она такая необычная и нетривиальна для нашего макроскопического ума. Ну, в принципе, в 80-х годах уже были высказаны предположения, как сделать квантовый компьютер общего назначения. Казалось бы, сейчас у нас 2016 год, однако никаких квантовых компьютеров мы почему-то не видим. Уже за это время можно было бы уже давно сделать квантовый компьютер в каждый дом, пользуясь ими, как сейчас, калькуляторами. Этого нет. Почему? Что случилось? Может быть, квантовый компьютер — это всего лишь миф? Ну, в пользу того, что квантовый компьютер — миф, есть несколько таких аргументов. В принципе, в 80-х годах было показано, что квантовые компьютеры могут выполнять все те же самые вычисления, что и обычные компьютеры, которые есть сейчас. Это замечательно, но с другой стороны, зачем нам несуществующий компьютер, который делает все то же самое, что существующий? Давайте будем просто пользоваться старыми. Но есть некоторые алгоритмы и некоторые задачи, которые квантовый компьютер решает гораздо лучше. Во-первых, это алгоритм Шора. Этот алгоритм позволяет с помощью квантового компьютера существенно ускорить разложение сложных чисел на простые. Для чего это нужно? На этом построена современная криптография. Скажем, если вы покупаете в магазине какой-то товар и расплачиваетесь карточкой, то продавец умножает свое простое число, с простым числом из карточки, посылает их в банк. Банк знает, какое было простое число в карточке, быстро производит обратные операции и узнает, что действительно именно данный клиент заплатил данному продавцу. Если вдруг внезапно появился какой-то злоумышленник и перехватил передачу от магазина в банк, то ему нужно быстро разложить это число на простые множители. Эта задача довольно трудна для обычных компьютеров и занимает огромное время. Но для квантовых компьютеров она на самом деле легкая и довольно быстро и легко решается. Но есть одна загвоздка. На современной этапе максимальное число, которое было разложено, это 143. Ну, с некоторыми оговорками это 56 153. Даже в устаревших протоколах, которые сейчас выводятся из эксплуатации, используются числа с 200 знаками. Не 143, не с 51 тысячи, а 200 знаков. То есть, когда эти квантовые компьютеры смогут нам помочь взламывать эти шифры, вообще неизвестно. Алгоритм Гровера. Быстрый поиск в базе данных. Быстрый поиск в базе данных всем нужен. Конечно же, кто от него откажется. Но проблема та же самая, что и в алгоритме Шора. Реализован только на каких-то небольших, маленьких наборах элементов. И очень тяжело масштабируется. То есть, тяжело сделать так, чтобы быстро искать в очень большой базе данных. Следующие алгоритмы уже не очень нам нужны. Алгоритм Дойче Ёжи. Это на самом деле математическая игрушка. Позволяет нам сказать, является ли произвольная функция, бинарная, так называемый оракул, забалансированной или постоянной. То есть, одинаковое количество нулей или единиц выдает она нам в ответ или нет. Вот вам такая функция нужна? Мне как-то не очень. Другим людям тоже. Следующее. Это квантовое преобразование Фурье. Оно, конечно, несколько быстрее, чем обычное преобразование Фурье. Но, по большому счету, тоже не нужно. Таким образом, в принципе-то, если бы сделать первый алгоритм хотя бы, достаточно хорошо, эффективный, уже все замечательно, все отлично. Но есть еще один некоторый момент, который все портит. Квантовые компьютеры — это вероятностные машины. Значит, что если вы у него спросите, сколько будет дважды два, ответ будет в среднем четыре. Ну, зачем вам такой калькулятор? Пришли в магазин, дайте мне два этого, два этого. Он вам говорит, с вас, ну, наверное, четыре. Поэтому, чтобы вычисления были точные, их нужно проводить много раз. То есть, вы сделали одно измерение, компьютер вам выдал какой-то ответ, второй раз какой-то ответ. Если вы проведете тысячу или две тысячи измерений, тогда можно им как-то более-менее доверять. Ну, вот, в принципе, и все. Зачем нам эти квантовые компьютеры? Не нужны, выкидываем. Но не будем несколько торопиться. На самом деле у адептов квантовых вычислений есть некоторые контраргументы. Ну, во-первых, действительно, начнем с того, что мы ставили против квантовых компьютеров. То, что все алгоритмы, которые действительно для обычных компьютеров, они реализованы и для квантовых. То есть, если мы в будущем научимся делать хорошие квантовые компьютеры, не возникнет никаких проблем с портированием программного обеспечения. То есть, практически просто возьмем и запустим, как сейчас запускаем устаревшие программы. Ну, более того, все эти квантовые алгоритмы, они уже реализованы в моделях. Не будем забывать недавнюю историю, когда только-только развивалась вычислительная техника, и электронные вычислительные машины уступали даже по своим возможностям арифмометром. И уж по простоте используют и тем более. Но со временем ситуация кардинально изменилась. И если бы, скажем, тогда, в 50-е годы, люди сказали, зачем нам эти электронные вычислительные машины? Да не нужны. Медленные какие-то, неудобные, много места занимают. То сейчас никто так говорить не будет. 50 лет развития не прошли даром. Поэтому если мы сегодня не будем заниматься исследованием этих квантовых компьютеров, через 50 лет мы можем просто отстать безнадежно. Поэтому как бы они ни казались сейчас нам какими-то такими игрушками для ученых, их исследовать надо. Во-вторых, предел миниатюризации процессоров — это квантовый предел. Текущий процесс в литографии — это приблизительно 18, 14, 20 нанометров. Вот приблизительно в этом размере. На таком масштабе размеров это соответствует тысячам атомов. Ну так, несколько сотен, тысячи атомов. Представляете, размер элемента уже приближается к тому самому пределу, о котором говорил Фейн в 1959 году. Еще немножко, и эти квантовые эффекты будут проявляться очень и очень сильно. Мы должны быть к этому готовы. То есть с тем, с чем работают сейчас ученые в лабораториях, одиночные атомы, одиночные молекулы, какие-то кристаллы, в которых доступ происходит к отдельным точкам, к отдельным элементам. В будущем это уже, возможно, будет массовое явление. Поэтому мы должны быть готовы к этому уже сейчас, уже сейчас разрабатывать, что будет происходить дальше. Ну и, наконец, убийственный аргумент тех адептов в квантовых вычислений. Квантовую криптографию невозможно сломать теоретически. То есть это теоретически доказано, вот прям абсолютно верно, 100% заверено всеми печатями, какими только можно. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже, и фактически вся наша лекция будет дальнейшая посвящена тому, что же такое квантовая криптография, и откуда она взялась, и что это такое. Ну и остается еще, на мой взгляд, самый слабый аргумент. Это разработка квантовых компьютеров на иных принципах. Что я имею в виду? За это время, с 80-х годов, когда были разработаны принципы квантовых компьютеров, возникло несколько таких идей, что использовать не такие уже ставшие классическими элементы, как одиночный спин, одиночный атом, а использовать какие-то более крупные вещи, например, микрорезонатор, микрокольцо, охлажденное до 3 Кельвина. Таким образом, появился компьютер D-Wave, который не так давно купил Google, NASA и целый консорцию. Этот компьютер работает по принципу, ну он типа квантовый. То есть как бы квантовый, но есть какие-то сомнения. Конечно, в принципе, они доказывают, что да, он квантовый, но сами оговариваются, что в состоянии квантовой запутанности там находятся максимум 8 элементов. Ну, конечно, 8 кубитов — это хорошо, лучше, чем 1 или 2, но как-то не очень много. Таким образом, решает этот компьютер всего одну единственную задачу — задачу оптимизации маршрута. Но зато, да, действительно, несколько быстрее, чем все остальные. С этой точки зрения, конечно, он существует, его можно купить, хоть и за очень большие деньги, там несколько миллионов долларов, но сказать, что прямо это вот тот самый квантовый компьютер, которого мы ждем, так, ну, в общем, нельзя. Ну и последняя надежда, за которую все люди хватаются до сих пор, это топологические квантовые компьютеры, то есть у которых вот это вот свойство квантовые связаны не с размером, а с ограничением каких-то пространственных геометрических свойств. Например, трудно нам представить поверхность, представить объект, у которого есть только одна поверхность. Однако, если немножко поразмыслить, мы можем свернуть лист в ленту Меобиуса, и вот, пожалуйста, у нас уже есть какой-то объект с одной единственной поверхностью. Ну, на том же самом принципе построены эти компьютеры, но, к сожалению, до сих пор еще нет ни одного, который бы так функционировал. Ну, поговорим немножко о криптографии. В 1917 году был изобретен шифр Вернона. Был изобретен в Америке в лаборатории AT&T, и в 1945 году он был, Клодом Шенноном было доказано, что этот шифр является абсолютно криптостойким. То есть его невозможно взломать. Криптоаналитик, который сидит и пытается узнать, что же там передают, не сможет ничего вычленить, хоть ему передадут тысячу этих текстов, хоть десять тысяч, хоть миллион. Почему? Что для этого надо? Оказывается, для этого на самом деле достаточно очень простого алгоритма. Пусть у нас есть некоторый исходный текст и некоторая последовательность ключей. Исходный текст и последовательность ключей к ним применяется побитно, ну, то есть посимвольно, операция исключающего логического или. Таким образом получается шифротекст. Он здесь посерединке. Если у нас есть точно такой же ключ, который мы зашифровали, мы можем применить опять ту же самую операцию с тем же самым ключом, и мы получим исходный текст. Клод Шеннон доказал, что если у нас есть устойчивый, хороший ключ, такой шифротекст взломать невозможно. Что значит хороший устойчивый ключ? Он должен удовлетворять некоторым условиям. Во-первых, длина этого ключа должна быть приблизительно равна сообщению. Это во-первых. Во-вторых, ключ должен быть случайным. Если у вас в ключе все нули или все единицы, это считаете, что не ключ. Потом, ключ можно использовать только один раз. Один раз использовали, выкидываете. Ну и, наконец, сообщение должно быть несколько избыточным. Обычный язык, он вполне достаточно избыточен, поэтому с этой точки зрения ничего нет. Как реализовывались эти алгоритмы на практике? Этот шифр. Вот слева показан как раз человек, который занимается дешифровкой сообщения, переданного с помощью шифра Вернона. То есть у него есть какой-то передатчик, тот, кто передает, назовем его по традиции Алиса, с помощью вот этого ключа, большой таблицы, зашифровала сообщение и передала его Бобу. Вот Боб стоит и пытается его сейчас расшифровать. Ключ, с помощью которого и Алиса шифруют, и Боб дешифруют, находится вот в этом самом блокнотике, который вот человек держит в руке. Это и есть одноразовый блокнот. Казалось бы, все хорошо, взломать невозможно. Отлично, пользуйтесь на здоровье. Но есть одна проблема. Если злобный Ева, так ее назовем, перехватит этот блокнот, как-то скопирует, то все сообщения, соответственно, будут ей тоже доступны. Это плохо. И поэтому все надежды были, значит, все способы шифрования были основаны на том, что вот этот вот самый блокнот, он какой-то очень секретный или тот, кто никто другой не знает. Квантовая физика позволяет сделать так, что нам не нужен уже вот этот одноразовый блокнот. С помощью законов физики можно сделать так, что вот этот вот ключ появляется и у Алисы, и у Боба одновременно. И Ева, как бы она там ни старалась, ничего не сможет этому помешать. Ну, для того, чтобы узнать, как это происходит, нам нужно немножечко вспомнить школьный курс физики. Здесь показана схематически поляризация света. Ну, если представлять себе обычный свет, то это можно представить как электромагнитная волна. Она поляризована в случайных направлениях. Слева вы можете увидеть механическую аналогию такого явления. Если мы пропускаем эту волну через какой-то поляризатор, то на выходе из этого поляризатора у нас появляется линейно поляризованная волна. Ну, на аналогии слева это видно, справа показано схематически. Оказывается, что поляризация присуща каждому единичному фотону. То есть каждый одиночный фотон обладает своей собственной поляризацией. Если поляризация этого фотона совпадает с направлением поляризатора, то он пройдет через него. Если не совпадает, то он не пройдет. То есть мы ничего не увидим. Увидим, будет темнота. Такими стрелочками мы и будем обозначать поляризацию фотона. Итак, здесь показана схема распределения квантового ключа на примере алгоритма BB84. Это один из первых. И он, во-первых, доказан, что самый удачный и самый хороший протокол. И, во-вторых, он достаточно хорошо реализован. То есть существует много его реализаций на разном оборудовании. Итак, во-первых, что нам нужно? У Алисы должен быть источник одиночных фотонов. Вот он здесь показан в виде маленького такого солнышка красненького. Эти фотоны Алиса пропускает через пары поляризаторов. Обратите внимание, все, что по горизонтали, это есть либо единичка, либо нолик. По вертикали мы будем называть базис. То есть вот эти фиолетовый и синий, или зеленый, или желтый, это базисы. А нолик или единичка – это то, что будет передаваться. То есть если мы ставим щель, грубо говоря, вертикально, у нас будут проходить только вертикально поляризованные фотоны, стрелочка вверх. Горизонтально только стрелочка горизонтально, нолик в данном базисе. А в чем одна из особенностей одиночных фотонов? Что если вот такой фотон, который, например, идет горизонтально, мы будем регистрировать с помощью скрещенного диагонального разделителя, то есть поставим такую маску под углом, мы с вероятностью 50% получим какой-то результат, либо единичка, либо нолик. То есть если у нас идеальный детектор, мы поймали фотон, например, единичку в нижнем базисе, то есть стрелочка стоит непосредственно вверх. И если мы его зарегистрировали в базисе верхнем, в крестике, то мы с какой-то вероятностью 50 на 50 получим либо нолик, либо единичку. То есть непонятно, что это такое было. На этом и основан как раз этот протокол. Алиса случайным образом выбирает, в каком базисе она передает. Крестик, расположенный вертикально, или крестик, расположенный под углом 45 градусов. И передает свои единички и нули. Здесь так и написано. Последовательность битов Алисы. Эти биты передаются по какому-то, естественно, квантному каналу, то есть по которому могут существовать только одиночные фотоны. И прилетают к Бобу. Боб выбирает, в каком базисе ему их регистрировать. Крестик вертикальный или крестик горизонтальный. Естественно, что он все не угадает. И поэтому он регистрирует либо единичку, то, что пришел фотон, либо нолик, то, что пришел нолик, или нолик, то, что он не угадал базис. Единичка тоже, может быть, не угадал базис. Таким образом, какая-то билиберда у Боба получается. Ничего не понятно. То ли зарегистрировал, то ли не зарегистрировал, то ли единичка, то ли нолик. Для того, чтобы выяснить, что же он там намерил, он посылает сообщение Алисе с помощью широковещательной связи. Например, по радио, по телеграфу, в газете напечатает Алиса. Я выбирал базисы вот такие. Крестик вертикальный, крестик под 45. Два раза вертикальный, два раза 45. И Алиса ему точно так же в газете или по радио, то есть так, что все могут услышать, сообщает, что, дорогой мой Боб, ты угадал первый бит, соответственно, четвертый, ну и так далее. Таким образом, у них получается последовательность просеянного ключа. Дальше они друг другу так же по почте пересылают части ключей, чтобы убедиться, что было мало ошибок и что злобная Ева ничего там не натворила с этими сфотонами посередине. И когда все хорошо, из этой последовательности просеянного ключа получается хороший криптографический стойкий ключ, причем он генерируется вот непосредственно. Все бы хорошо, но, наверное, у проницательного слушателя уже возник вопрос, а что мешает вот этой вот злобной Еве, которая здесь так изображена с мечом, взять, похитить один фотон, скопировать его, себе оставить один, а послать в сеть другой. Или, например, ну понятно почему, что если она его поглотит, то больше этого фотона существовать не будет. Казалось бы, и ладно, поглощай себе на здоровье, измеряй и посылай точно такой же в сеть. Но квантовые законы тут подложили некоторую нехорошую подлянку. И чтобы в ней нам разобраться, нам нужно понять, что такое корреляция и антикорреляция. Почему нельзя взять и просто так скопировать состояние фотона, нам пояснят вот эти замечательные люди. Алеша, Боря и страшный экспериментатор. Представим себе такую ситуацию. Пусть у нас есть два человека. Алеша и Боря. Они сидят в соседних комнатах, не общаются друг с другом, а экспериментатор только и делает, что задает им вопросы. Есть несколько вариантов, как будут развиваться события. Если ответы Алеши и Бори будут всегда совпадать, мы это назовем корреляция. Полная. Если ответы Бори и Алеши совпадать не будут всегда, то мы этот случай назовем полная антикорреляция. Когда может случиться полная корреляция или полная антикорреляция? Естественно, предположить два варианта. Первый вариант. У них есть шпаргалка. С чего же они знают-то все ответы на вопросы? Наверняка шпаргалка есть. Сверяются со шпаргалкой и тут же отвечают. Второй вариант. Они телепаты и мысленно-телепатически общаются. Только экспериментатор задаст вопрос первому, он сразу же телепатирует второму. Тоже все прекрасно объясняется. Возникает вопрос у экспериментатора. Как же определить, какой из этих двух случаев реализуется на практике? Если мы поставим такой эксперимент, будем задавать одни и те же вопросы и получать полную корреляцию или полную антикорреляцию, как узнать, почему это произошло? Есть ли шпаргалка у них или они телепаты? Впервые этот парадокс был сформулирован в 1935 году Эйнштейном, Подольским и Розеном. С точки зрения обычной классической физики реализуется всегда первый вариант. Что значит мы задаем вопросы Боре и Алёше? Мы узнаем, например, поляризацию фотонов или поляризацию ядерных каких-то спинов. Спрашиваем у одного и у другого. Какой у тебя спин? У меня, говорит, вертикальный. А другой говорит, у меня тоже вертикальный. Откуда? Почему? Или, например, если этот говорит вертикальный, тот всегда говорит горизонтальный. Почему? Как это возможно? Эйнштейн, Подольский и Розен предположили, что это происходит исключительно из-за каких-то неизвестных нам законов природы, то есть той самой шпаргалки. Они, когда еще были вместе, в каком-то процессе рождены, они друг с дружкой поделились этой шпаргалкой, какими-то неизвестными законами, скрытыми переменными, и теперь всегда действуют по ним. Квантовая физика утверждает, что никаких скрытых параметров нет, что на самом деле, раз они родились в одном месте, значит, они и есть одна большая частица. И поэтому, когда мы измеряем одну, это сразу же сказывается на другой, причем мгновенно. Возникает вопрос, как это проверить? В теории все хорошо. Эйнштейн, Подольский и Розен в 1935 году предложили, все замечательно, но до 1952 года практически никто и ничего не мог предложить, как это дело померить. В 1952 году Бомб сделал некоторые предположения, как это измерить с помощью ядерных спинов протонов. И в 1954 году Белл сформулировал как точный критерий, то есть что нужно померить, чтобы точно узнать, какая конкретно должна получиться величина в случае, если есть скрытые параметры, и какая конкретно величина должна получиться, если у нас скрытых параметров нет, а это просто свойства квантового мира. Итак, здесь показана как раз схема эксперимента. Источник EPR пар, в общем случае, это может быть все что угодно. То есть или это ядро разваливается, ядро атома разваливается на две каких-то части, или в результате параметрического процесса у нас рождается два фотона, причем они связаны, связаны в смысле entanglement, то есть скоррелированы, связаны. На русский множество существует переводов этого термина, но по-английски это entanglement. Соответственно, если мы их пропустим через специфические приборы, обозначенные серыми стрелками, но в случае ядерных спинов это приборы Штерна-Герлах, а в случае обычных фотонов это поляризаторы, то детекторы, которые регистрируют, как вот здесь показано, спин вверх и спин вниз, синенький и красненький, они будут показывать какие-то определенные числа, определенные совпадения. Если мы померяем показания совпадений синеньких и красненьких для серых стрелок в определенных положениях, мы можем составить определенную пропорцию. Белл показал, что если это пропорция больше определенного числа, то реализуется вариант со скрытыми параметрами, если это пропорция меньше определенного числа, то у нас реализуется вариант квантово-механический. С 70-х годов проводятся непрерывные практически воспроизведения этого эксперимента, самые последние проведены с фотонами и с детекторами, которые разнесены на сотни километров, и оказывается, что реализуется вариант телепатии. Да, как только частицы родились, они являются одним-единственным целым. Один фотон уносит на сотни километров, измеряет его поляризацию, и тут же становится определенной поляризацией второго фотона. Таким образом, они неразрывны, они связаны. Когда физики поставили эти эксперименты и поняли, что это действительно так, что нет никаких скрытых параметров, что эти две частицы, хоть они и разнесены на сотни километров, на самом деле являются одной такой большой элементарной частицей, которая обладает квантовыми свойствами, это открыло просто ящик Пандоры, из него посыпались какие-то различные следствия, например, в частности, те самые квантовые алгоритмы. Как раз где-то приблизительно через 20 лет, когда ученые переварили, как следует эту информацию, и сделали на основе вот этого эксперимента того самого Боба и Алису. Давайте еще разок посмотрим. Обратите внимание, те же самые стрелочки, те же самые выборы, только источник фотонов — это не просто источник фотонов, это источник тех самых ЭПР-пар. Один фотон из этой пары Алиса поглощает и узнает, что он вообще в принципе есть и некоторые его свойства. Ей становится проще выбирать базис, и таким образом она посылает уже более-менее подготовленный фотон Бобу и может сообщить ему некоторую дополнительную информацию. А может и не сообщать, что лучше для криптографии. Если Ева будет его перехватывать по пути, то она не сможет узнать о нем ничего нового. Она узнает, грубо говоря, про половину этой информации. Ничего нового не появится. Еще один такой же фотон она сделать не может, потому что предыдущая половина этого фотона уже уничтожена, все, ее нет. Таким образом сделать второй такой же уже невозможно. Следовательно, как бы это Ева не поглощала, как бы она не пыталась его измерить, у нее ничего не получится. Невозможно влезть в этот криптографический канал так, чтобы это не было заметно. Именно поэтому Алиса и Боб могут спокойно, не торопясь, игнорируя ошибки, создавать свой секретный ключ. То есть из вот этого, казалось бы, очень фундаментального закона, из неравенства Белла, которые, кажется, какой-то чистой отвлеченной теорией, какие-то там ЭПР, Пары, Розен, Эйнштейн, Подольский в 35-м году что-то выдумали. Через потом 40 лет это было только-только проверено первый раз. И оказывается, с помощью этого сделали такие замечательные квантовые криптографические системы. Ну, некоторые уже заключения, потому что у нас время уже подходит к концу. Некоторые заключения. Квантовые компьютеры, конечно же, существуют. Это замечательно. Я вас с этим поздравляю. Люди с 59-го года ждали. Теперь они у нас есть. Это факт. Но пока они малополезны. Особенно в быту. Это, к сожалению, тоже факт. Самое используемое на практике — это квантовая криптография. То есть оборудование для создания квантового ключа и для обмена такими высокосекретными сообщениями оно вполне доступно. Ну вот на последнем слайде. Спасибо за внимание. И как раз представлен непосредственно тот квантовый компьютер с квантовым отжигом, который продает D-Wave. Ну там для сравнения человек. И внизу оборудование, которое монтируется в стандартную 19-дюймовую стойку, которое продается. Вот фирма, сайт указан. Можете пойти купить. Не очень дорого. Там всего лишь, по-моему, 15 миллионов рублей. Если у кого есть, пожалуйста, можете купить. Система для генерации этих ключей и для их распределения между Алисой и Боумом. Так что квантовые компьютеры есть. Я рад, что они есть. Надеюсь, что они будут нам очень полезны. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...